Хадис, о котором мы говорили на прошлом уроке, то, что пророк Али Сарат сам приказывал отвечать на призыв, неважно, на свадьбу или нет, привел имам муслим, а также Абудаул, достоверный хадис, то, что пророк Али Сарату Ассалам сказал «Ида да, хаду кумахаху», то есть, если один из вас позовет своего брата, то есть, куда-либо, «фальюджи пусть ответит», приказал посланник Аллаха, саллаллаху алисалам, «урсан кана алнахва», неважно, на свадьбу или же на что-то другое. То есть, поэтому это, Аллаху алим, довод на то, что это общий приказ. Привел хадис имам муслим, также Абудаул, и у имама Ахмада приводится эта версия, Аллаху алим. Следующая глава, братья, «Бабу ма джаа фил лаву», глава о том, что пришло, то есть, на тему выражения «О, если бы», «если», слово «если». И Аллах, Субханава Тааля, сказал, То есть, и эти люди говорят, «О, если бы у нас был хоть какой-то, то есть, хоть что-то у нас было бы, то есть, что-то из этого удела у нас было, то нас бы не убили бы там-то, там-то». То есть, мы не были бы убиты там-то, там-то. И Аллах, Субханава Тааля, говорит, продолжает, то есть, приводит к концовку этого аята, «Скажи», говорит Аллах, Субханава Тааля, приказывает пороку, чтобы он сказал, «Если будете вы даже у себя дома, то тот, то есть, кому предписано умереть, он выйдет из дома, Придет к своей смерти Или же На своих же кровати умрет И Аллах таким образом проверяет то, что у вас в сердцах Чтобы выявить вот это То, что у вас в сердцах И Аллах знает то, что у людей в сердцах Соответствие главы китаба Тавхид Указание на то, что из полноты Единобожие Сдаваться или же предаваться Предопределению Аллаха И то, что говорит Если, ничем тебе не поможет Если бы так, если бы сяк И как будто бы в словах Если, в определенных То есть не во всех Но в словах если Как будто бы указание на То есть то, что человек недоволен Предопределением Аллаха Это противоречит Тавхиду Или же нарушает Тавхид Общее значение этого аята То, что Аллах Субхануа Тавля сообщает нам о том Что сказали лицемеры В день ухода То есть после битвы при уходе Что сказали То есть когда То есть они Как бы противоречия Тому, что Аллах Субхануа Тавля предопределил Как бы проявляя недовольство Они сказали То есть если бы у нас кто-то спросил бы Мы бы не вышли бы в путь И мы бы не проиграли бы тогда В этой битве И никого бы не убили И Аллах Субхануа Тавля ответил им на то Что они сказали То есть то, что это было предопределение Тот, кому было предопределено То есть его бы не спасло бы Что он просто находится дома То есть Как Аллах сказал Даже если вы в возведенных башнях Будете все равно То есть того, у кого срок пришел Тот, кто должен умереть Он умрет в свое время И не важно Человек недоволен Человек кает и так далее Или же говорит Если, если бы, если бы, если бы То Это ему ничем не поможет Если бы до кабын Во рту выросли прибыль Был бы не род, а целый огород Как говорится Соответствие аят о главе В русском? Это дальше придет в хадисе Это слова пророка Что если слова шайтана Соответствие аят о главе Нельзя говорить Если бы По поводу какого-то То есть предопределения В вопросах какого-то Предопределения То есть Таким образом Шейх Атамин приводит Таким образом Что Шесть вариантов Есть использование слова Их может быть больше Меньше То есть мы приведем шесть Первый вид Это как пришлось Здесь в этом хадисе То есть Если бы мы чем-нибудь Управляли Мы бы не умерли Там-то, там-то Это запрещено Ни в коем случае Нельзя такое говорить И это может даже Дойти с человеком до куфра То есть Если человек говорит То, что О, если бы я управлял Как будто бы ты недоволен Управлением Аллаха Субхану Таля Что Аллах Субхану Таля Недостаточно справедлив И так далее Или же Если человек Говорит Как Аллах Субхану Таля В Коране Говорит Также про мунафиков Что они сказали Если бы они подчинились нам Не убили бы их То есть Как будто бы То есть Недовольствуясь Предопределением Это также является Запретным Также нельзя Как это придет В хадисе Который придет Следующим То есть дальше В конце этой главы Нельзя говорить То есть Как бы Из-за грусти И так далее Печали О если бы я сделал так О если бы я сделал так То есть Если бы я сделал так Было бы так То так То не так Как получилось И так далее Если бы я Не купил бы этот телефон То у меня бы сейчас Были бы деньги И так далее Примерно такие вещи Это является Также запретным Также является запретным Говорить Если Если бы Как бы Если можно так сказать То есть Беря себе в довод Предопределенное тебе Аллахом То есть Как они говорят Если бы Аллах пожелал Мы бы не предавали ему Со товарища Как будто бы То что Они что говорят То есть Это Аллах Спасал нам Мы тут ни при чем То есть Это также является Запретным Говорят Если бы Аллах не пожелал, я бы не своровал бы. То есть ты почему зинат делаешь? Если бы Аллах желал бы, я бы не делал бы зинат. Почему куришь? Если бы Аллах пожелал, как таким людям сказал Омар, когда один из них своровал, и Омар сказал, что надо ему отрубить руку, он сказал я своровал, потому что мне было это предопределено Аллахом. И он сказал, поэтому и мы тебе рубим руку, потому что это предопределено тебе. Аллаху Субхану. Вот так. Хорошо. Что касается, когда человек употребляет ляу, то есть желая что-то в благе, то есть из числа блага, то в этом нету проблем. Если человек говорит, если бы у меня было бы сейчас миллион долларов, я бы сейчас братьям раздал бы Субхану, и никто бы не чувствовал бы, например, я говорю, никто бы не чувствовал. Или ты видишь бедных людей, и у тебя нету денег. И ты думаешь, Субхану, если бы у меня сейчас были деньги, я бы их все отдал бы этим людям, и они бы себя хорошо чувствовали. В этом нету проблем. Более того, в некоторых хадисах приухает о том, что этот человек получает награду, будто бы он это сделал. Или же он смотрит на человека, который совершает правильные дела, и говорит, если бы у меня была бы такая возможность, я бы так же делал. Эти люди в своей награде одинаковы. И просто, то есть говорить это в плане того, что просто в разговоре употреблять, если обсуждая что-то, говоря, то есть в этом тоже так же нет проблем, если ты скажешь, например, если я дойду, я обязательно напишу так-то, так-то. То есть ты просто сообщаешь, как только я дойду до работы, я, например, напишу тебе письмо. Если я сейчас сделаю вот это, я тебе обязательно скажу. И, например, ты готовишь кушать, если я сейчас приготовлю, если получится вкусно, то я тебя обязательно позову. То есть просто сообщаешь что-то, в этом нету проблем. То есть, грубо говоря, у нас когда есть проблема, когда у нас это, если связано с предопределенным Аллахом, Субхану Аталию, или же говорится о чем-то в прошлом, желая изменения чего-то в настоящем. То есть если бы не было тогда так, то сейчас бы не случилось бы так. Опять же, если бы да кобы. Общее значение этого аята, а мы уже это прочитали, то есть пользы из этого аята. То есть запретность употреблять лау, если, если бы, кобы и так далее в каких-то предопределенных вещах. Ведь она указывает на недовольство предопределением и так же то есть заново ты в лишний раз еще раз грустишь, вспоминая что-то нехорошее. Что касается человека, который говорит, если то есть из-за того, что он пропустил какие-то подчинения, поклонения и так далее Субхану Аталию, если бы я пошел бы на те уроки если бы я молился еще больше если бы я посетился бы и так далее и так далее в этом нет проблем. Имеется потому, что человек как бы ругая себя, говорит Субхану Аталию, почему я тогда этого не делал, почему я тогда этого не делал и так далее. То есть Почему? Потому что это указывает на то, что человек желает блага. Это практически со всеми студентами, которые возвращаются с арабских стран, случается, когда они возвращаются к себе домой. И когда они видят, что люди нуждаются в знаниях, и человек понимает, что на самом деле ты абсолютно там не учился, занимался всякой ерундой, спал много и так далее, человек приезжает и тогда вспоминает, если бы я тогда учился, бы я не спал, если бы я тогда так-то, так-то, а не сейчас. И поэтому сейчас у нас столько проблем, потому что я в свое время не учился, это бывает практически у всех. Или же не ценят, пока находятся среди мест, то есть где везде арабский язык, то есть поклоняясь Аллаху, особенно как в Саудовской Аравии, как только уезжают оттуда, понимают, что же они действительно потеряли. Второе. То, что является обязательным предаваться предопределению Аллаха и ни в коем случае не возмущаться. Третье. Указание на то, что предостережение не спасет тебя от предопределенного тебе. Не спасет тебя от предопределенного тебе. И каждый человек умирает там, братья, где ему предписано умереть. Как приводится история... Сейчас я расскажу историю, и кто-нибудь, наверное, как говорится, выявит себя. Приходит история в Китабе, то есть книге Аз-Зухду, имама Ахмада, но история со слабым хадисом. Ну, просто история, как история, можно взять из нее некоторые пользы. Слабый снаду этой истории. То, что Дауд, алейхиссалам, у него был визирь, один министр. И после того, как Дауда не стал его сын Сулейман, когда правил, алейхиссалам, этот визир стал его визиром. И как-то раз пришел ангел смерти в облике человека к Сулейману. И удивился, увидев этого визиря у Сулеймана. Посмотрел на него и ушел. Пришел этот визирь и сказал Сулейману, кто это такой? Он сказал, это был ангел смерти. Он поистине посмотрел на меня так-то, так-то. Аллах, то есть сделал так, что ты можешь управлять ветрами, так сделай так, чтобы я ушел куда-то далеко, то есть далеко-далеко, чтобы меня эти самые ветра унесли, сделай так. И Сулейман сказал, ну, вкратце история, так и сделал. И отправил человека далеко-далеко, и пришел туда, ангел смерти, там, где было велено забрать эту душу, и забрал душу этого человека в том месте, куда его отправил Сулейман. Что, второй Иснат истории вспомнил? Такое? И пришел ангел смерти и забрал душу этого министра, то есть или же этого визиря. Потом пришел к Сулейману, и Сулейман спросил, ну, почему ты так посмотрел на этого визиря? Он сказал, потому что Аллах приказал мне забрать его душу там-то, там-то, и я удивился, увидев его здесь у тебя, то есть хотя он должен быть за 3-9 земель отсюда, но, говорит, я в должный срок пришел туда, забрал его душу и пришел. Это история слабая. Песня еще слабей. Аллахуста. Хамдул-Лля, потому что Аллах уберег твои уши от нее. Четвертое. Хадис про 12 тысяч, в принципе, не существует. Четвертое польза и последнее. То, что человек, которому предписана смерть в определенном месте, обязательно он упадет в это место и умрет в этой местности. Даже если он будет стараться, то есть избежать этого. Даже если он будет стараться избежать этого. Следующий аят. То есть те, кто сказали, то есть сказали мунафики, некоторые или же сказали, то есть некоторые люди, сказали муджахидан на пути Аллаха, вместе с пророком, алейхиссалат и вассалам. Если бы вы подчинились нам, то есть те, кто сказали своим братьям, то есть мунафики сказали другим, то есть мусульманам, не просто своим братьям, почему говорят, потому что из одного народа. И так иногда говорят И так далее То есть сказал им их брат Салих То есть Салих призывает Пророк Салих призывает народ многобожников И Аллах писывает его братом их То есть имеется в виду он из них, из этого народа Понятно, не значит, что они братья в религии И так далее То есть они сказали своим братьям Хотя сами находились дома, не вышли в сражение Если бы вы нас послушались бы Если бы подчинились бы нам, вы бы там не умерли То есть большинство из вас там бы не погибло И Аллах отвечает им И говорит, скажи ему Мухаммад Если вы говорите правду То избегите смерти Постарайтесь избежать смерти, если вы говорите правду То есть тому, к тому предписана смерть, она придет Где бы она его не поджидала То есть она по-любому к нему придет Общее значение аята То есть Аллах порицает многобой лицемеров Которые противоречат предопределению Аллаха Или же оспаривают предопределение Аллаха Говоря тем, кто вышел с посланником Аллаха На сражение То есть в день ухода Если бы вы послушались бы нашего совета То вы бы не умерли бы там То есть если То есть и говорит То есть надо провернуть их таким образом Если же действительно вы считаете Что вы можете кого-то защитить От того, чтобы его убили там и так далее То сами не умирайте, давайте То есть постарайтесь не умереть у себя дома И так далее Если вы можете от кого-то смерть убрать Убери от себя самого То есть это в первую очередь Ты бы еще больше желал Еще больше бы хотел Должен стремиться еще больше Чтобы спастись, как говорится, самому от этого То есть если они не могут от самого себя От самих себя Убрать эту смерть То есть как-то избежать смерти То кто-то другой тем более То есть если ты себя не смог защитить Как ты сможешь защитить кого-то другого Соответствие аята главе То, что говорит То есть если в каких-то предопределенных вещах Это из этих самых атрибутов лицемеров Признаков лицемеров В пользу из этого аята Первое Является запрещенным Говорить или запретным Является говорить Грустя, можно сказать То есть на те беды, которые постигли То есть что-то постигло О, если бы такого не случилось О, если бы ты не поехал туда То ты бы не заболел бы и не умер И так далее и тому подобное Как это часто мы слышим На поминках и так далее Второе То, что иман Вера требует от нас Предаться предопределению Аллаха И что касается того Кто недоволен Не согласен С предопределением Аллаха То этот человек Подобен Мунафикам Лицемерам Третье То, что является Узаконенным Оспаривать Мунафиков Лицемеров И подобным им Из заблудших Для чего? Для того, чтобы выявить То есть их сомнение И опровергнуть Их лож И последнее В этой главе То, что пророк Алиссалатуассалам В хадисе Абу-Хурайры Ради Аллаху Говорил То есть как это приводит Имам Муслим Ихрис аля майянтаук Вастаин биллаги Валя та'джазам То есть стремись К тому, что поможет тебе И проси помощи У Аллаха Субханава И ни в коем случае Не опускай руки Или же не сдавайся То есть перед трудностями И так далее А если же что-то коснется тебя Не говори Ни в коем случае То есть если бы я сделал Так-то, так-то То было бы так-то, так-то Предопределил так Аллах То есть это предопределение Аллаха И то, что Он пожелал То Он и сделал Или же в другом ревате Это то, что предопределил Аллах И то, что Он пожелал Он сделал Поистине слово Если То есть дает Как говорится Развязывает руки шайтану Или же Открывает возможности Для козни шайтана Этот хадис привел Как мы сказали Имам муслим И начало этого хадиса Шайт, по-моему, не весь его привел Хадис Абухурайр Аллаху Алям Это тот хадис Где пророк Абухурайр Абухурайр Лучший и более любим Перед Аллахом Чем слабый Но они оба То есть на благо То есть оба они благие Но больше любим Как это приходит На это указание В другом хадисе Пророк Алейхи Салату Ассалам Скал Хайрун наси Анфаум Линна Самые лучшие люди Это те, кто Больше пользы приносят Для людей В Аллаху Абухурайр Общее значение хадиса Пророк Алейхи Салату Ассалам Приказывает в этом хадисе Стремиться к полезным деяниям Просить помощи у Аллаха Для того, кто хочет их выполнять И ждать То есть награды Не награды, а даже То есть плодов своих деяний И запрещает он То есть слабость Когда человек начинает То есть нет, я не смогу И так далее И тому подобное Почему? Потому что Это противоречит Стремлению Ко всему благому Или всему полезному То есть и человек В этом мире, братья Он То есть постоянно Его постигают Беды Постоянно Человека постигают Беды И поэтому Ему приказано Терпеть И как бы Надеяться на награду И ни в коем случае То есть Не слабеть И так далее Не То есть не проявлять То есть какую-то слабость И так далее То есть не тянуть А переходить То есть к делам То есть переходить К полезным делам И не говорил Чтобы он Пророк Алейхи Сам запретил Ему Говорит Если бы я сделал так Если бы я не сделал так Это тебе ничем не поможет Это уже прошло То есть И эти слова Открывают Как бы щель Для врага Аллаха Врага Аллаха И врага людей Шайтана И он может То есть через эту щель Через эту дверь Человека То есть Начинать ему То есть научать И так далее И он станет еще грустнее И так далее Ему станет Обидно за то Что он сделал Или же не сделал И так далее В соответствии Этому хадису К этой главе То что здесь Указание на запретность Говорить Если бы Если бы После каких-то Бед Которые коснулись Человека И указание на то Что Какой вред Содержится В этих словах Польза из этого хадиса Первое То есть Указание на Стремление К усердию Во всем полезном Как То есть Для этого света Как и для того света Каким образом То есть Выполняя причины Которые приводят к этому Второе То есть Является Обязательным Искать помощь У Аллаха Когда ты делаешь Какие-то полезные дела И то что Является запретным Уповать на самого Себя То есть На свою силу На свою мощь То что ты умный То что ты и так далее Третье Указание На то что То есть Указание на запретность То есть Слабость Проявление слабости Или же Тунеядство Безработица И так далее Человек Как будто бы Он ничего не может И так далее И И говорит То что Нету нужды В причинах Или же Оставлять причины И так далее И тому подобное Как это делают Некоторые заблудшие Четвертое То есть Указание на Предопределение Аллаха И то что Предопределение Не отрицает Причины Или же То что человек Ищет Благо То есть Старается Заниматься Благими делами Пятое Указание на то Что является Обязательным Терпеть Беды Или невзгоды Которые Постигают Человека Шестое Указание на то Что является Запретным Говорит Если То есть Возмущаясь И недовольствуя Когда постигают Человека Беда И И указание на то Что То есть Какой вред Она в себе Несет То есть Это слово Седьмое Общее Предостережение От Козни Шайтана Аллаху 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 Аллаху